Было-было, но такого ещё не было. Именно так сегодня крымчане описывают водный кризис, который пришёл на полуостров в результате аннексии Крыма России. И вновь о воде. Запасы в Симферопольском водохранилище сокращаются с каждым днём. Жизненно важного ресурса в Симферополе осталось всего на два месяца. Проблема с водой. Окупанты, пропагандисты и предатели Украины противоречат сами себе. Буквально прошлым летом так называемый спикер подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что полуостров запросто может обойтись без Днепровской воды. Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязнённая. Недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. А уже в сентябре 2020-го Константинов запел о том, что Днепровская вода, которая до аннексии попадала на полуостров через Северокрымский канал, вообще не принадлежит Украине. Северокрымский канал не является собственностью Украины. Вода, которая течёт по нему, тоже не является её собственностью. Эта диверсия — это государственный террористический акт. То же касается и крымских пропагандистов. В своих сюжетах они то поддерживают Поклонскую, которая отправляет в ООН доказательство якобы незаконного прекращения подачи воды в Крым. В отправленных материалах сведения о последствиях незаконного перекрытия Украины с Северокрымского канала, который является основным источником пресной воды для населения полуострова. То заявляют, что дефицит воды на полуострове случился вовсе не из-за перекрытого Северокрымского канала. Мол, он и не поможет, ведь виновата во всём именно аномальная засуха. Ну а так ли спас бы положение этот Северокрымский канал? Ведь сложная ситуация в сухие годы наблюдается и на соседней Кубани. Например, город-курорт Геленджик ещё с июля сообщил о переходе на график. Хотя никакая Украина ему воду не подавала и потом не перекрывала. Так что мечтать о том, что из-за дефицита воды жители полуострова вдруг попросятся обратно на Украину, крайне наивно. Но стоит ли вообще всерьёз воспринимать ведущего, который выдвигает предположение, что синие резервуары для воды, которые недавно стали появляться на улицах оккупированного полуострова, ломают чуть ли не украдиверсанты? Не думаю, что это были обычные хулиганы, скорее те, кто не считает Крым российской территорией и всеми силами пытается саботировать жизнеобеспечение нашего полуострова. На Украине тема водоснабжения Крыма вызывает живой, но, я бы сказал, нездоровый интерес. Вы бы вместо того, чтобы обвинять во всех грехах украинцев, лучше рассказали бы, почему многие ёмкости, предназначенные для хранения воды, стоят на полуострове совершенно пустые. Открываем вентиль. Друзья, видите, воды нет. Что это за выборочное наполнение бочек? Уровень воды во многих крымских водохранилищах сегодня доходит до критических показателей. Так называемые власти признают, что готовятся к худшему сценарию. А по местному ТВ даже начинает звучать робкая критика работы псевдочиновников в отношении водного вопроса. Раздражает упущенное время и возможности. Ведь в Крыму и Севастополе были шансы ситуацию немного стабилизировать. И к такому развитию событий, то есть к засухе, подготовиться. По крайней мере, подлотать сети, подготовить водохранилища, не разбазаривать воду. Возмущаться действиями ставленников Кремля принялся даже известный предатель Украины Вадим Колесниченко, который теперь демонстрирует крымчанам еще и свои навыки всезнающего телеведущего. Не буду напоминать, что эту проблему нужно было решать еще с 2014 года. Однако напомню, что президент Путин уже в прошлом году давал мягкие посылы местным власям о том, что нужно заниматься проблемами водообеспечения. И ни один пропагандист, естественно, в своих сюжетах не затрагивает проблему обеспечения водой военных баз на полуострове. А, собственно, проблему силовиков как раз-таки и нет. Ведь именно они получают всю ту воду, предназначенную в первую очередь для населения Крыма. У военных в оккупированном Крыму таких проблем нет, поскольку им как раз-таки, они и находятся в приоритете, им беспрестанно поставляется вода нужного качества. Но этого, конечно, никто не покажет. Несмотря на свои обещания, сразу после аннексии за годы оккупации подконтрольная Кремлю власть так и не предоставила четкий план по выходу из водного кризиса. Про строительство опреснительной системы Аксенов в очередной раз заговорил на прошлой неделе. Крыму построят первую в России опреснительную установку морской воды. Ее возведут в поселке Николаевка Симферопольского района для решения проблем водообеспечения в столице республики. А уже через несколько дней стало известно, что псевдоглава поручил принудительно выкупать у людей колодцы и скважины в обезвоженных села. А в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру. Если есть какие-то вопросы недопонимания в данном случае, так называемые, собственниками, включайте прокуратуру, принимайте решение, соответственно, но водоснабжение – это общее дело, и вода – это всех, а не чья-то тут собственность, так сказать, не будет там ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Да, недочиновники будут попросту продолжать мучить людей и уничтожать своими действиями крымскую экологию. С целью снижения расхода воды из обмелевших водохранилищ, шесть микрорайонов крымской столицы переведут на поставку воды из скважин. В обезвоженных районах бурят новые скважины. Чем больше ставленники Кремля сегодня берут воду из-под земли, чем больше бурят новые артезианские скважины, тем быстрее в Крыму произойдет засоление почв, что приведет к тотальной потере урожая. Забор воды из недр, он не может быть бесконтрольным и постоянным. Вода в скважинах быстро минерализируется. Запасы подземных вод не безграничны, во многих скважинах воды уже просто нет. Но оккупантов это не останавливает. Запускайте воду. Сергей Валерьевич, уважаемые крымчане, артезианская вода пошла на город Симферополь. Спасибо. Да, гуманитарная катастрофа в Крыму возможна. Опять же, из-за качества воды, из-за того, что бездумно совершенно сверлят скважины, выкачивая воду из без того обезвоженной крымской почвы. Тем временем уже почти 30 населенных пунктов на полуострове переведены на почасовую подачу воды, качество которой, к слову, попросту пугает крымчан. Фильтр мы ставим, но это не поможет. Дело в том, что она сама по себе вкус болотная. Даже приспособление придумал, как отлавливать, вылавливать эту тину. Вода цветом лечебной грязи и нефти. Такая же жижа пошла во многих домах города. Ярко-синие оттенки. В одну из многоэтажек Симферополя из крана пошла синяя вода. И, наконец, вода с реальными нечистотами. Впервые в Симферополе произошла ситуация, когда при нарушении целостности водовода туда засосало нечистоты. Водный кризис уже добрался и до курортных городов. График подачи воды введут в Валужте с 23 сентября. По всей видимости, переходить на жесткую экономию скоро придется и севастопольцам. Людей уже готовят к возможным нововведениям и ограничениям. Плохо без воды жить. Ужасно. Мы же в разное время приходим домой. Я на работе, она на учебе. Это будет беда. Почему? Ну, как почасовая подача воды. Сами посадите. Это всем комфортно, всем удобно будет. А жителям села Соколиное Бахчисарайского района и вовсе стало известно, что в скором времени оккупанты собираются перебрасывать паводковые воды из местной реки Кокоска в Чернореченское водохранилище, которое снабжает Севастополь. Жители Бельбекской долины называют проект антикрымским, так как он ущемляет интересы свыше 30 тысяч людей. Местные говорят, что река уже давно превратилась в настоящий ручей. Люди совершенно не понимают, какие именно паводковые воды оккупанты решили перебрасывать в Чернореченское водохранилище. Воды по щеколотку в брод ее переходит 4-летний Егор, житель села Соколиное. Летом местные жители в Кокоске купают детей и стирают белье, потому что колодцы давно пересохли. Местные жители боятся, что любые строительные проекты на реке могут лишить жизненно необходимого ресурса сразу несколько сел. Там в Верховье забрали до Южного берега. Если здесь заберут еще до Севастополя, значит, вот все до самого моря. В перспективе мертвая зона. Губернатор озвучил, что январь, февраль, март, каждый месяц Севастополь рассчитывает брать из Кокоски по 15 миллионов кубометров воды. При этом годовой сток Кокоски в лучшие годы 80-е был 30 миллионов кубометров за весь год. То есть этих вод просто здесь нет. В общем-то и не было. О таких решениях псевдоруководителей негативно высказываются крымские ученые и экологи. По их мнению, такой проект может просто убить Бельбекскую долину. Из-за вмешательства в экосистему может пересохнуть река Бельбек. Вот на ее водосборе вот все сохнуть начнет. Но так называемый губернатор Севастополя Развожаев, даже не обсуждая этот вопрос со специалистами, заявил, что строительство водозабора в Бахчисарайском районе совершенно не навредит окружающей среде. Переброска паводковых вод Кокоски в Чернореченское водохранилище не нанесет вреда экологии долины реки. Об этом заявил в Рео губернатор Севастополя Михаил Развожаев. И пока люди в селах негодовали и с ужасом представляли, что скоро могут лишиться единственного источника воды, так называемый губернатор Севастополя представил варварский проект Путину, который, в свою очередь, с радостью заявил, что готов выделить почти 4 миллиарда рублей на его реализацию. Считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю. Чуть позже так называемый глава Крыма Сергей Аксенов все же сказал, что переброски воды из реки Кокоска в Чернореченское водохранилище все-таки не будет. Жители Бахсерайского района успокоить. Никто без вас и без вашего мнения никаких решений, могу сразу сказать, по Кокоске бы не принял. Но, зная, как все устроено у ставленников Кремля, вряд ли можно посоветовать людям быть спокойными. Естественно, оккупанты не оставят Севастополь без воды. Ведь именно здесь базируется Черноморский флот. Для Кремля в приоритете всегда будут военные. Снабжать водой, которых по факту придется простым крымчанам, в ущерб себе. Проблемы есть у гражданского населения, у которого забирают воду. А военных это абсолютно не касается. У военных вода есть в нужном количестве и нужного качества. Севастополь пусть найдет выход с водой там, где ближе. Там, где это будет не так дорого стоить. И где это не затронет ничьи интересы. Но я верю в справедливость. Вот только для Кремля вряд ли существует понятие справедливости. Только вдумайтесь, столько новостей про водный коллапс в Крыму. Столько сюжетов о том, как людям приходится приспосабливаться к непростым условиям. Крыму до весны воду будут давать по графику. И ни одной новости о том, как без воды на полуострове страдают военные. Зато сюжетов о постоянных тактических учениях в аннексированном Крыму хоть отбавляют. Большой десантный корабль подошел к берегу. Начинается основная часть учения. Сейчас десантируется морская пехота и специальная техника. Воды, которые оккупанты снабжают военные части на полуострове, с лихвой хватило бы для обеспечения простых людей. Даже несмотря на действительно аномальную засуху в этом году. Но о страданиях и проблемах крымчан ставленники Кремля сильно не переживают. Уже трое суток почти не было воды. Вот вчера дали на часик слабый напор. Что успели, где успели. И все, теперь не знаем, когда будет следующий раз. Уже паника. Жители нескольких поселков Симферопольского района терпят настоящее бедствие и мучение. Они вынуждены сутками находиться дома без воды. Каждые 20 минут смотрю, как бы не опоздать. Потому что вчера буквально часа даже нет. Потому что я набрал, ну вот столько. Люди жалуются, что цены на воду в поселках уже подскочили. А обещанных псевдочиновниками водовозок почему-то совсем не видать. Я не видел здесь ни разу машину. Я не представляю, как можно ее поймать, если не знаешь время точно. И по какой улице она проедет. Все закономерно и очень по-российски. Водой оккупанты будут обеспечивать в первую очередь силовиков и себя любимых. А на простых людей, которые по несколько дней сидят без жизни на необходимого ресурса, им абсолютно плевать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...